Дневной разворот В первую очередь придет к нам Константин Солдатов, художественный руководитель Кировского драматического театра. Мы с ним поговорим о том, как готовится театр к открытию сезона, какие есть планы, какие есть сложности. Мы знаем, что театр поедет на один из конкурсов со своими клятвенными делами, которые мне очень нравятся. Этот спектакль очень нравится. Ну, короче, артисты вышли из отпуска, актеры, поэтому будем слушать, что они для нас готовят. Да, а мы, кстати говоря, у нас есть несколько вопросов к Министерству культуры, потому что мы знаем, вот тут новости прошли, что пять актеров из ТЮЗа переезжают, какие-то новые актеры туда приезжают. В общем, планов множество. Надо будет позвонить Министру культуры Скальному Андрею Борисовичу и попросить его прийти и рассказать. Тем более, что у нас еще есть один такой вопрос к нему. Помнишь, он рассказывал где-то зимой, что были договоренности с Башметом о том, что в Кировской области будут какие-то специальные красивые концерты проходить. Игорь Васильев тогда ездил, договаривался. Что-то пока ничего не слышно, но, может быть, что-то есть уже в планах. Будем звонить сегодня, будем договариваться. Тем более, что и первая тема сегодняшнего нашего часа тоже с Министерством культуры связана. Мы говорим о Вятском политологическом музее. О Котельническом. О Котельническом его подразделении. Это сейчас филиал называется, да? Но я по старой памяти почему-то считаю, что это центр Котельничева. Это к Алексею Торопову обращается уже Николай Голиков. К Алексею Торопову, директора Вятского палеонтологического музея, который сейчас у нас присутствует в студии. Алексей, добрый день. Здравствуйте. На прошлой неделе прошли новости по всем абсолютно СМИ, включая часть федеральных о том, что Вятский палеонтологический музей в Котельниче нуждается в специальных аппаратах для сушения воздуха, поскольку влажность поднялась в том помещении, где находятся экспонаты париозавров. И о радость мы смотрим новости уже от 10 августа и от сегодняшнего дня. Вот такая народная инициатива, можно сказать, она взяла свое, то есть она хорошо повлияла. И уже большая часть денег из тех, которые требовалось на сушилке, собрана. Есть такое? Да, все верно. Это было немножечко внезапно для вас, Алексей Торопов. Обращаюсь я к директору. Правда же, да? То есть инициатива-то как-то мимо вас прошла, так возникла из народных недр. Нет, на самом деле то, что произошло, это явный такой показатель, как окружающие люди, которые живут в нашей стране, могут быть абсолютно неравнодушными к решению тех или иных проблем, которые возникают, я думаю, что не только в учреждениях культуры, а и в учреждениях здравоохранения, образования и так далее, ситуация примерно складывалась таким образом. Мы зафиксировали то, что в помещениях музея достаточно высокая влажность, которая, как думаю, понятно и вам, и слушателям, она негативно может сказываться на сохранности экспонатов. И в ходе диалога с одним из наших посетителей мы озвучили эту проблему. Он профессиональный блогер был. Да, все верно. Но у него же не написано было, что он профессиональный блогер? Ну, мы же не смотрим другую трудовую книжку, да? Михаил Бару все-таки фигурирует, да, эта фамилия. Он первый написал у себя в Фейсбуке сообщение. Да, все верно, потому как с ним как раз мы эту проблему и обсуждали. Ну, в общем-то, он и сказал, что, ребят, я помогу. Ну, а если добрые посетители нашего музея предлагают свою помощь, то... На самом ли грех отказаться от помощи? Конечно. Алексей, вопрос такой, ведь вы смотрите, вы совсем недавно переехали в это помещение, да? Вот в прежнем вашем помещении такая проблема была? Нет, в прежнем помещении, которое мы занимали достаточно много лет по адресу Карла Маркса, 22 в Котельниче, там проблемы у нас с перепадами такой влажности не возникало. Что это было за здание? Где вы находились раньше? Карла Маркса, 22, это жилой пятиэтажный дом, и мы занимали первый этаж, часть, точнее, первого этажа, в нем как раз и располагалась экспозиция. Нет, ну если там все было нормально, в чем смысл был вот этого переезда? Это униспальная была помещение? То есть, эти площади принадлежали администрации Котельничского района. У нас в начале этого года возникли юридические сложности в оформлении договора по аренде, и в результате чего мы не нашли, скажем так, точки соприкосновения. И нам уже администрация города Котельнича предложила несколько вариантов, куда мы бы могли переехать. И тот вариант, вот именно Яранская-1, где мы сейчас располагаемся, он показался нам наиболее правильным, наиболее приемлемым, в котором мы и в мае этого года уже и создали новую экспозицию. То есть, три, пусть небольших, но тем не менее, три зала, небольшое помещение для хранилища фондов. И чему мы особенно рады, это то, что мы сейчас делаем отдельный зал, отдельный кабинет для работы уже с посетителями. То есть, у вас как бы получилось даже по площадям улучшение некоторое, да? Да, то есть, по площадям у нас действительно произошло увеличение, ну, в полтора раза точно. Но, поскольку это цокольный этаж точно так же жилого пятиэтажного дома, то вполне возможно из-за этого повышенная влажность, она как раз и возникла. А когда переезжали, вы не делали эти замеры? Дело в том, что, во-первых, мы смотрели данные показатели, точнее, данное помещение мы смотрели где-то зимой или в начале весны. А тогда, когда работало отопление, то есть, видимо, воздух все равно высушивается, то этой проблемы не возникало. Я сейчас смотрю на карту Котельнича, Иранская-1, она непосредственно прилегает, вот и первая параллельная улица, центральная улица Котельнича, улица Советская, которая как раз идет по трассе. То есть, в общем, съезжать никуда не надо, когда ищешь вас. Точно. Это будет очень просто, как из Кирова ехать, главная дорога практически вот до поворота. И там указатель-то стоит в Советской на Палеонтологическом музее, я надеюсь, или еще пока нет? Еще пока нет, но поскольку там очень удачный фасад, я надеюсь, что у нас получится его использовать. То есть, прямо на фасаде разместить, да? Надо на улице Советской, это я сейчас обращаюсь к Министерству культуры и к правительству Кировской области, разместить указатель. Потому что там вот есть стадион, что вот налево, Палеонтологический музей. Это обязательно должно быть, навигацию у нас сейчас устанавливают. Фасад не будет в Советской виден, а указатель пускай будет. Ну, я думаю, что эти вопросы мы и с администрацией города Котельнича. Это наважно, я просто помню, как я путешествовала по Котельничу, когда надо было, еще до того, как у нас навигация активно устанавливалась, это было сложно туда находить, достаточно сложно. Ну, правда, сейчас есть у всех смартфоны, но тем не менее. Тем не менее, да. Итак, замеры проходили весной, когда было отопление и вроде было все в порядке, вы заехали в этот самый цокольный этаж. Честно говоря, несмотря на то, что вы радуетесь, я как-то не очень, например, рада была бы в цокольный этаж заехать, с чем бы то ни было, я не знаю. Я с радостью поясню. Дело в том, что действительно, когда возникает сложная ситуация именно с поиском помещения, например, причем помещение адекватного для создания экспозиции, то на самом деле у нас возникало очень-очень много вопросов. Я думаю, что каждый музей, каждый выставочный зал и вообще любое учреждение культуры, оно будет радо иметь какое-то свое собственное помещение, а еще лучше собственное здание. Проекты именно строительства отдельного здания, например, они были, но они все-таки достаточно дорогостоящие. О каких цифрах шла речь? Ну, то есть это приближалось где-то к 20, по-моему, миллионам рублей. То есть изыскать такую сумму для строительства филиала музея в районном центре, при всем уважении того, что и крупнейшее местонахождение там находится, и это, как вы правильно сказали, это родина палеонтологического музея, но это изыскать достаточно сложно. Поэтому пока вариант строительства собственного здания, ну, мы его, конечно, не забываем, то есть все схемы, проекты у нас бережно, в общем-то, хранятся. Если найдем инвестора и спонсора, то постараемся, конечно, это реализовать. А весной этого года первостепенная, первоочередная задача была, это все-таки сохранение самой экспозиции. Потому как, ну, если бы у нас не было площадей там, например, то это бы нужно было вывозить все экспонаты вообще, закрывать там музей. А лично мне это никак не нравится, в общем-то, такое развитие ситуации. Алексей, а что случилось-то все-таки? Почему в первом месте, где вы столько лет дислоцировались, невозможно было продлить договор? На продажу было выставлено помещение или что такое? Сейчас просто муниципалитеты массово продают помещение для пополнения. Насколько мне известно, то есть помещение на продажу не выставлялось. Сейчас оно, даже врать не буду, чем оно сейчас там занято и как оно используется, у нас возникли юридические сложности. То есть в ходе регулярных проверок нам были высказаны некоторые замечания, то есть по тому, как мы ведем свою деятельность и рекомендации к их исправлению. И одним из пунктов был как раз тот момент о том, что нужно переделать договор как раз по аренде в соответствии с требованиями законодательства. И там уже как раз был ряд технических моментов, направленных на проведение оценки, по-новому точнее оценки данных площадей. И ряд еще, в общем-то, моментов. И вы решали этот вопрос непосредственно с муниципалитетом. То есть да, с администрацией района. И не договорились. Понятно. И переехали. Ну хорошо, переехали. Мы сейчас прервемся буквально на полминуты. И вы нам все-таки подробно расскажете, как сейчас вот собирались средства, сколько средств собрано и что это за сушилки такие, которые вам нужно приобрести. Да, собственно, о чем речь. Договорились. Продолжается программа «Дневной разворот». Здесь в студии Николай Голиков и Светлана Занько. И наш гость Алексей Торопов, директор Вятского палеонтологического музея. Давай обратимся, Коль, к сайту и контакту. Да, да, да. Мы, как всегда, проводим опрос в понедельник по теме нашего разговора. Не совсем про эти самые вот сушилки, о которых мы говорили. Да, оно все равно касается. Но, в принципе, да, про музеи. Вопрос такой. Местонахождение париазавра в Котельниче. Да, вот человек, который мы спрашиваем, он считает в одной из самых главных фишек региона. Я, например, считаю, что это одна вообще главная фишка нашего региона. Потому что это совершенно уникальная вещь. А второй вариант, естественно, нет. Не считаю, что это такое вообще недостопримечательность. И вот я посмотрел на страничке ВКонтакте. 71,5% считают это одной из главных фишек региона. Но я думаю, что мы в данном случае к большинству. Да, мы говорим о Брэнде, да? Да, именно о Брэнде. Потому что мне кажется вообще, что я не влезаю в вопросы Геральдики, но как неким символом Кировской области. Ничего сравнимого по весу нет, мне кажется. По весу точно нет. С точки зрения туристической привлекательности. По весу сейчас, по-моему, таких вообще животных не осталось уже. На сайте Кирова.ру 100% ответивших говорят, что считают одной из главных фишек региона. Мы говорим как раз о туристическом бренде, например, региона. Но еще хотелось бы поговорить и о том, о научной какой-то деятельности, связанной с этими исследованиями. Мы об этом много говорили. Прошлые 2-3 года. Последний год не так много. Но после следующего перерыва обязательно все равно еще поговорим. Тем более, что, как объясняет Алексей, у них появилось специальное помещение, где можно научную работу вести. А, сейчас мы расспросим. Давайте к сушилкам вернемся. Итак, напоминаем, что Котельническое отделение Палеонтологического музея переехало в новое помещение на улице Иранской 1. И помещение цокольное. И поэтому летом там возникла ситуация, когда влажность оказалась повышенной. Там специальные датчики у вас такие висят, которые... Алексей, да, мне кажется, в этом году вообще воздух слишком влажный. Вообще просто везде и всю год. Постоянные дожди все-таки оказались. Да-да-да, потому что я в своей квартире, которая не в цоколе, но все равно там все у меня, как в старом пеленском лагере, все вокруг мокрое какое-то. И выяснилось, что нужны сушилки. Ну, вообще, вещь на самом деле такая не лишняя в любой сезон. Что это за аппараты такие, они какое воздействие будут производить? Дело в том, что вот столкнувшись с этой проблемой, я сам вот впервые начал разбираться с какими-то техническими моментами, техническими аспектами, скажем так. Думаю, что многие из наших слушателей знают о так называемых увлажнителях, например, воздуха, которые рекомендуют и врачи там, например, и прочее, чтобы поддерживать оптимальную влажность. Они живым очень полезны. Да, согласен. Хорошо замечено, да. Поэтому, ну, действительно, сам себе, кстати, домой планирую, вот как раз увлажнитель бы приобрести, дабы дышалось легче. А все-таки уже вымершим животным требуется влажность пониженная. И в противовес вот как раз увлажнителям воздуха есть мобильные такие агрегаты, которые, как я понимаю, конденсируют внутри себя влагу из окружающего воздуха, ну и благодаря этому влажность нормализуется и стабилизируется до необходимого уровня. В принципе, вариант в нашем случае наиболее такой приемлемый с точки зрения вот как раз монтажа и прочее, и наиболее бюджетный, то есть который, ну, можно... Но они уже стационарно монтируются, то есть они постоянно, или это какая-то штучка поставила, она поработала, потом свернула, перевернула. Все верно, это штучка, которая ставится, сворачивается и... Мобильные системы. Да, 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 без проблем, перетаскивается с места на место. Это что за системы такие? Чье производство посмотрели, что подходящее? Да, в общем-то, обратился в одну из компаний Кирова, которые вот занимаются урегулированием климатическими приборами. Да, да, да. Мне проконсультировали по всем приборам, и по кондиционерам, и по осушителям, и по увлажнителям, в общем-то, по всему, ну, и вместе со специалистами уже договорились и подобрали оптимальный, в общем-то, уровень. Поняли, что какая сумма требуется на такие, на достаточное количество приборов, достаточной мощности? Ну, дело в том, что в первую очередь мы должны поддерживать оптимальные условия в тех помещениях, где у нас хранятся либо музейные предметы, и уж тем более оригиналы. В случае вот котельнического филиала это у нас четыре помещения, то есть три экспозиционных зала и одно помещение, в котором у нас хранятся находки. Ну, что-то типа такого. Соответственно, оптимальный вариант – это приобретение четырех вот как раз таких аппаратов. Каждой помещей. Вот, минимальное количество, как мы определили, это два таких вот осушителей, которые можно было бы использовать попеременно, то есть в помещениях. Их уже сумма будет скромной. В два раза меньше. Пятьдесят с половиной. Пятьдесят с половиной. Пятьдесят с половиной. А сколько собрали уже? На данный момент точную сумму не скажу, но на два осушителя уже точно хватает. Я надеюсь, что к концу этой недели мы данные аппараты приобретем и будем уже восстанавливать необходимые параметры. Прошло вот буквально ведь несколько дней, да? Какого числа разместил Михаил Баруя у себя? Восьмого августа. Восьмого августа разместил, и уже у вас на 14 августа есть сумма на два осушителя. Ну, прекрасно. Прекрасно. Это очень хорошо, конечно же, да. И все-таки мне просто интересно, если вы помните эти цифры, а какой уровень влажности должен быть в таких помещениях, где хранятся экспонаты? Мы берем определенные параметры, не из своей головы. Есть все равно определенные инструкции, которых мы должны придерживаться в плане как раз хранения музейных предметов. То есть там четко сказано, что в пределах 50-55% может колебаться влажность для их оптимальной сохранности. А у вас какая влажность была, когда вы заметили? А в этом году у нас иногда и 100% влажность фиксировали. Говорили, что влажность воздуха 100%. Понятно, что... Ну, когда на неделе один только день без дождя, то... Вы никак изолироваться от этого воздуха не можете, да. Ну, и сбор денежных средств продолжается, и все реквизиты, практически все сайты опубликовали реквизиты, куда можно перевести эти деньги. На самом деле история-то такая распространенная достаточно, потому что и на Западе, и в России очень часто обращаются. Музей за помощью гражданам. Здесь-то интересно то, что музей-то не обращался фактически, да. То есть тут граждане сами провели инициативу, музей только вдруг заметил, что у них деньги на счету собираются. То есть мы поговорили, да, только вот как раз с Михаилом. Они поговорили, вот в общем чертах, сказали, что есть такая проблема, а человек все остальное взял на себя. И это замечательно, и это как раз свидетельствует о том, и поддерживает результаты нашего опроса на сайте эхакирова.ру и в нашей группе ВКонтакте. Когда мы спрашиваем вас, считаете ли вы это одной из фишек, главных фишек региона, мы имеем в виду туристическую привлекательность. Вообще, да, опознаваемость нашего региона по каким-то признакам 100% до сих пор на сайте Эхакирова. Говорят, что да, одна из главных. И мы с Колей вот тоже тут солидаризируемся с этим ответом. Я не голосовал, ты без меня, вот здесь такие результаты. Да, нет, а я на сайте Эхакирова проголосовала, безусловно. И, кстати говоря, а если денег больше поступит? 23,4 нужно. А что, на самом деле. А что, может быть, там еще чего-нибудь нужно? Я думаю, все равно придется целевым образом расходовать, раз люди на это собирали. Нет, естественно, то есть полностью по всем суммам, которые поступят, мы предоставим достаточно подробный отчет, то есть что было приобретено, то есть с фотографиями, возможно, там с чеками. С маркой, с техническими характеристиками. Все верно, да. Ну и если сумма будет несколько больше, скажем так, ну, вполне возможно, потребуются еще какие-то приборы, вот именно те же самые, например, если пересушим, может быть, увлажнитель, в общем-то, будет там, либо что-то подобное. Если следующее лето сухим выдастся, может быть, увлажнители потребуются. Точно. Вполне вероятно. Да, и вот Коля как раз задавал вопрос о том, вот сейчас вы говорите о том, что появилось помещение для научной работы. Научной работы, да. Это что из себя представляет? Нет, не совсем для научной работы, для работы с посетителями. Совсем не для научной. То есть не совсем для научной. А для просветительской, получается. Скорее, да, скорее, это для образовательной. Для образовательной. Вот понятно, почему я так решил, чтобы научная эта. Это достаточно просторное помещение, в котором мы планируем поставить тот же самый экран-проектор, столы для проведения мастер-классов, для каких-либо занятий. Планируем сделать некоторые интерактивные вещи, так называемый стол палеонтологов, в котором каждый из посетителей сможет почувствовать себя, скажем так, искателем и вообще представителем данной профессии. То есть чтобы у людей была возможность не просто прийти, посмотреть экспозицию, там, почитать какую-то информацию, а сделать что-то своими руками. Потому что мир развивается достаточно стремительно, и воспринимать только лишь информацию, только путем слуха или зрительно, это уже недостаточно. Все равно хочется сделать что-то своими руками, что-то потрогать, пощупать, подвигать, поковырять. И нужно дать эту возможность нашим посетителям, в первую очередь детям. То есть это что-то будет, они там смогут имитировать некие раскопки, работу именно с находками, да? Да, конечно. То есть мы сейчас стараемся такую работу проводить не только, например, в плане каких-то там мастер-классов и прочее. Мы достаточно активно пытаемся развивать и интерактивные экскурсии, то есть как в Котельниче, так и в Кирове. Это экскурсия с элементами игры, это экскурсия в темноте. Причем... Экскурсия в темноте, это уже интересно. Ну, сейчас мы как раз активно работаем над тем, чтобы поинтереснее сделать освещение, например, в нашем музее, чтобы была большая таинственность, загадочность. Ну, по крайней мере, то, что получается, мне лично нравится. А вы вот у вас, Динопарк Котельничевой, с ним как-то сотрудничаете, работаете? Потому что они, я заметил, часто стали ночные мероприятия проводить. Ну, в плане каких-то отдельных мероприятий, да, мы, конечно, сотрудничаем, но поскольку все-таки наш музей, это музей областной, в Котельниче у нас находится филиал, а Динопарк — это самостоятельное муниципальное образование. Нет, нет, то есть, ну, мы две организации, которые... То есть вы просто параллельно переходите к тому, что лучше это, чтобы было в темноте. Потому что я удивился, когда прочитал, что в Динопарке проходит мероприятие в субботне 18+, я аж ахнул, даже мне захотелось поехать посмотреть, что же такое, может быть, в Динозавров 18+. Вот вы сказали, мне тоже захотелось поехать. Ну, это у вас бы вроде было. Вот, перед перерывом хочу обратиться к вашей группе ВКонтакте, Вятский палеонтологический музей, и 11 августа там был размещен пост Александра Иванова. Александр Иванов, как говорит мне его страничка ВКонтакте, работает в Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете. Я позволю себе пост небольшой, его процитировать, для того, чтобы перекинуть мостик на следующую тему, касающуюся палеонтологического музея. Это вот его будущая перспектива и взбыча мечт, что называется. Вчера был незабываемый день, Александр пишет, вместе с дочерью Машей посетил Котельнический палеонтологический музей филиала Вятского палеонтологического музея. Поразительно, что в нескольких часах езды от Нижнего Новгорода находится объект мирового значения для геологической истории Земли. Так называемое Котельническое кладбище динозавров, если точнее, то местонахождение останков ящеров пермского периода, живших примерно 260 миллионов лет назад. Такая справка сразу, да? Уникальность места заключается в великолепном качестве сохранившихся остатков. Нам это нужно сохранить, да? Только здесь практически идеально сохранились париозавры. В музее уникальная находка около 10 суминей, впечатанных в одном фрагменте Котельнической красной глины. Не знаю, что такое суминей. Это суминей, это вот тоже как раз париозавры, да? Найдено отражение различных этапов жизни ящеров. От эмбриона до зрелого возраста. Познакомился с руководителями музея. Теперь думаю над тем, как вместе с руководством Вятского палеонтологического музея приблизить создание геопарка ЮНЕСКО. В следующих постах расскажу о поездке в Котельнич. Более подробно потом настанет черед Вятского музея. Вот когда вы говорили, Алексей, о том, какие к вам приезжают гости, ну так побольше таких гостей, которые впечатленные просто самим масштабом того, что там происходит, несмотря на то, что вы там в цокольном помещении. Ну что, что так, цоколь это нормально, это не подвал, это цоколь. Они понимают, понимают важность этого места, понимают важность этих исследований. И они говорят совершенно верно, на мой взгляд, там должен быть геопарк ЮНЕСКО, безусловно. Вот, кстати, с автором мы познакомились достаточно интересно на самом деле. То есть они приезжали не только в Котельнич, а посещали также нашу экспозицию в Кирове. И они вот как раз дочерью ходили по залам, смотрели. Я случайно сделал перерыв в работе, ну пошел прогуляться, в общем-то, по залам. Мне задали какой-то такой незначительный вопрос. Что-то касаемо наших там экспонатов мы разговаривали. После этого мы уже и определились, что вот как раз они гости из Нижнего Новгорода, а я руководитель, в общем-то, музея. После этого завязался диалог, и в ходе которого выяснилось, что он занимается как раз созданием геопарков и, ну вот в том числе, сотрудничает с организацией ЮНЕСКО. Класс. Обменялись контактами, и он обещал, в общем-то, помочь в работе, точнее, в решении вот как раз этого вопроса, чтобы вот Котельническое местонахождение, оно было как раз в состав ЮНЕСКО включено. Дело в том, что мы ранее неоднократно к этому вопросу возвращались, но это такая тяжелая, в общем-то, машина, которая работает, скажем так. То есть от процесса подачи документов до принятия решения, до включения, в самом лучшем случае, мы прикидывали, это должно пройти около двух лет. Мы сейчас прижемся на короткую рекламу, продолжим этот разговор. Сейчас вот это очень важно, на мой взгляд, об этих перспективах нужно поговорить. Вятский палеонтологический музей получает помощь от поклонников, так можно сказать, тех людей, которые считают, что очень важно и нужно сохранять экспонаты уникальные, которые хранятся в Котельническом отделении Вятского палеонтологического музея. Буквально на прошлой неделе по инициативе посетителей музея, можно сказать, была размещена в Фейсбуке информация о том, что необходимы сушилки, связанные с цокольным этажом и даже, наверное, больше с этим влажным летом. С влажным летом, да. И уже сейчас, то есть если 8 число, уже сегодня 14-го, уже на две сушилки деньги собраны. На два сушителя деньги уже собраны и, похоже, даже еще продолжается процесс. И это прекрасно. И мы процитировали до перерыва, процитировали тоже пост одного из посетителей, Александра Иванова, который работает в Нижегородском государственном архитектурном строительном университете. Вот Алексей пояснил, что он как раз занимается тем, что помогает вот таким уникальным местам взаимодействовать с ЮНЕСКО и приобретать статус парков ЮНЕСКО. И вы говорите, что эта работа сложная и что до двух лет требует... Да, минимум два года, как я понимаю. Да, согласование документов, видимо, какие-то встречи, поездки, доказательства того, что вы являетесь уникальными и прочее. Но судя по тому, что Александр взялся за это, он видит все необходимые признаки того, чтобы вы могли получить этот статус геопарка ЮНЕСКО. Ну, пока Александр, конечно же, еще не взялся. Он готов оказать нам содействие в решении вот как раз этих вопросов. Дело в том, что ранее, когда мы занимались проблемой включения местонахождения как раз в один из объектов ЮНЕСКО, скажем так, да, мы пытались взаимодействовать с разными людьми, в том числе из Москвы и тоже из Нижнего Новгорода. Но поскольку специалисты иногда меняются, в общем-то, связи терялись, и приходилось начинать, в общем-то, все сначала. И нет, не было точнее четкой такой схемы, четкого алгоритма, как нужно действовать для того, чтобы объект был включен, скажем так. Потому что я смотрел те самые первые анкеты, например, которые нужно заполнять, собирать там. Это только чтобы заполнить документы на подачу, это уже нужно проделать достаточно серьезную работу, потому что нужно достаточно подробное, четкое обоснование, почему этот объект достоин вот как раз включения. После того, как эти документы принимаются, раз в год проходит их, как я понимаю, проходит их обсуждение. Только после этого уже документы отправляются на дальнейшую работу и уже на окончательное решение. То есть будет он, в общем-то, этот объект включен или нет. А статус геопарка ЮНЕСКО что дает, что дал бы вам? Ну, во-первых, это все-таки достаточно такой серьезный статус, подтверждающий о том, что это действительно объект мирового значения, который нуждается в определенной защите и... В определенной защите. Защита, охрана, поддержание. Про определенное финансирование говорить Алексей не стал. А вот я хотела спросить, это, наверное, одно из препятствий. То есть кто, собственно говоря, отвечает за то, что были выполнены все требования ЮНЕСКО по сохранению этого объекта? Отвечает страна, в которой находится объект, регион, муниципалитет или ЮНЕСКО снабжает деньгами? Ну, дело в том, что пока все тонкости имеются в виду работы объекта, как раз который уже находится под ЮНЕСКО, скажем так, пока прокомментировать точно, в общем-то, не смогу. Но то, что идет определенное финансирование именно на какие-либо охранные меры, но на это рассчитывать точно можно. Потому что когда ты едешь в другую страну, вот я помню, в Испанию мы поехали с Анной Лапшиной весной, мы решили взять неделю, чтобы попутешествовать. Всегда выбираем места, где есть что-то охраняемое ЮНЕСКО, исторические здания, какие-то действительно природные объекты и так далее. Ну, потому что это что-то ценное, что действительно стоит посмотреть и прочее. То есть придание нашему местонахождению париазавров этого статуса, это вывод его уже действительно на мировой уровень официально. Да, и по крайней мере информация для туристов о том, что здесь такой объект находится, он находится под эгидой ЮНЕСКО. Это уже очень важная информация. То есть она как минимум в два раза наверняка увеличивает вероятность того, что человек сюда поедет и посмотрит. Я тоже с этим полностью согласен. То есть это интересно и городу Котельничу уж точно, и области в целом. Так что этим вопросом точно мы будем заниматься. Ну, это ведь такой вопрос, который касается не только самого Палеонтологического музея и не только Министерства культуры. Это вопрос, который требует взаимодействия нескольких, как минимум, министерств. И мне очень жаль, что Владимир Владимирович Путин не откопал какой-нибудь париазавра в свой приезд, а очередную щуку вытащил. Он же вот любит амфоры, например, исторические. Мне кажется, имеет смысл в следующем году пригласить на Росковчик. Я думаю, что 2024 года еще будет шанс исправиться. Откопать париазавра и получить парк, что называется. Нет, шутки шутками, а на самом деле это очень важно. Я просто хочу спросить, Игорь Владимирович Васильев побывал уже у вас там на раскопках? За год успел он приехать к вам? Пока не получилось. Но проблема еще, конечно же, и в том, что из-за достаточно дождливого лета у нас некоторые трудности, в том числе и с полевым сезоном, потому как уровень воды достаточно высокий. И основные, скажем так, костеносные слои, в которых мы преимущественно работаем, они сейчас скрыты под водой. Поэтому мы ждем конца августа, начала сентября, когда планируется еще большее падение уровня воды, чтобы... Но это если снова дожди не рухнут. Я слежу за прогнозом погоды, но я надеюсь, что... Я оптимист. Я тоже оптимист, но как-то в этом году прогнозы редко сбываются, к сожалению. Особенно, когда они связаны с солнышком таким. Ну тогда купим маску и ласты и будем заниматься подводными раскопками. Я смотрю сейчас в Википедии, в списке всемирного наследия ЮНЕСКО на 2017 год значится в России 26 всего наименований. Это составляет 2,5% от общего числа в мире, 1073. Это немало. Шесть объектов включены в список по культурным критериям. Причем шесть из них признаны шедеврами человеческого гения. Это, смотрите, 16 объектов остается, получается, 10. 10 объектов включены по природным критериям. То есть наш бы мог стать 11 объектом. Мне кажется, что под этим лозунгом надо провести следующий год. Коля, давай предложим правительству прямо сейчас. Понимаешь, эта тема поднимается каждый год, когда идет обсуждение привлекательности региона. В том числе ведь не только туристической, но и инвестиционной. Потому что чем регион известнее, тем охотнее в него и деньги везут. Для этого вот такого рода вещи они очень нужны. Вообще все эти истории с тем, что сделать в Котельниче центр, научный центр и построить там здание прямо на месте, где можно было проводить конгрессы, принимать экспедиции студентов и ученых не только из России, но и из-за рубежа. Мне кажется, с преданием такого статуса, конечно, можно было бы этим заниматься. И там уже, правда, не 20 миллионов, конечно, на здание потребовалось бы, а все 200, а может быть еще больше. Целый научный городок. Вот это был бы шаг. Вот это был бы бренд, конечно. Я всегда говорил, что Хилтон надо было строить не рядом с гостиницей Вятка, а в Котельниче. Деньги на международный аэропорт. Прямо на... И международный аэропорт тоже делают в Котельниче, потому что там самое уникальное, что есть в Киевском области, находятся именно там. На Соколе-горе. На Соколе-горе. И там же вертолетные площадки. И как бы ничего страшного не произошло. И музей, по идее, целиком, по моему мнению, должен находиться там. Потому что там, собственно говоря, и местонахождение, и там как бы ученые должны бы работать. А у нас как-то разделенно получается. То есть можно посмотреть, а туда уже съездить, так сказать, посмотреть, как работает. Ну, эти мечты все представляли. Вот я не знаю, каждый, кто приходил, никто не отказывался помечтать о том, что, конечно, в таком месте должно быть и то, и сё, и пятый, и десятый. Тогда хлынут к нам толпы... Тем более транспортная доступность к Котельниче ничуть не ниже, чем у Кирова. Да, больших и светлых умов. И уж тогда там говорить о том, что кто уезжает, а кто приезжает в Киров не придется. Потому что точно будут приезжать люди. Потому что у вас ведь когда сезон, ведь очень много заграничных гостей приезжают. Да, ведь очень много читают, всегда смотрю. Там из всех стран мира практически там. Я даже не знаю, откуда еще у вас там люди не были. Ну, вот движение по Атарской луке уже пошло. Конечно, не в списке ЮНЕСКО ее включает, но хотя бы там в природные парки Российской Федерации. Слава богу, Алла Викторовна Албегова и Максим Кочетков этим занимаются. И мы надеемся, что это произойдет. Вот хорошо бы, чтобы все-таки вернулись к вопросу по местонахождению париозавров в Котельниче. И эту фишку, как мы обозначили нынче в нашем опросе, превратили из фишек в настоящее достояние области, которое будет приносить нам и славу, и деньги. Но пока это все еще мечты, к сожалению. Но я думаю, что реально это планы на работу есть у вас. Ну, конечно, есть. Ну, мечты сбываются. Поэтому будем работать над этим. После того, как сушилки купить, какие планы у вас поработать? Две минуты у нас есть на это. Ну, дело в том, что сейчас два основных направления нашей деятельности. Это все-таки будет работа с научным материалом, потому как масса интересных находок, которые требуют своего описания, своих публикаций и, скажем так, придания огласки научному миру. И второй момент – это, конечно же, работа с посетителями. То есть сейчас у нас активно как раз начал работать по выходным, например, мобильный планетарий. То есть мы активно предлагаем интерактивные экскурсии, то есть разнообразные мастер-классы. Это в Котельниче или в Кирове? Планетарий у нас в Кирове. Мастер-классы предлагаются как в Кирове, в общем-то, так и в Котельниче. Но фишка Котельниче – это, опять же, как раз экскурсии на местонахождение. То есть когда можно прийти, посетить уникальное место, скажем так, мирового масштаба, которое пока что еще не под эгидой ЮНЕСКО. Ну вот я лично там была, на этом месте мы ходили на раскопки, мы гуляли там по прекрасным местам, мы пели песни у костра замечательные, мы слышали разные истории. Это чудесная, на самом деле, поездка. Рекомендую всем и всей семьей. Спасибо Алексею Торопову, директора Вятского палеонтологического музея. Спасибо тем, кто помогает музею от всей души. И мы вам желаем все-таки статус ЮНЕСКО через 2-3 года. Спасибо. Сейчас новости, тематические программы и реклама. А в следующем часе к нам придет Константин Солдатов, художественный руководитель Кировского драматического театра. Продолжение следует... Продолжение следует...